Добрый день! Я приветствую вас на видео лекции, посвященной гемопоэзу, сложному, скоординированному времени и пространстве, процессу зарождения, развития и созревания формных элементов крови. Этот процесс настолько сложен, что я предлагаю всю эту сложность разделить на несколько частей и каждую часть рассмотреть в отдельной видео лекции. Данная видео лекция будет посвящена концептуальным вопросам, которые касаются гемопоэза, неким общим вопросам гемопоэза. А все последующие видео лекции будут посвящены более детальному рассмотрению отдельных ростков гемопоэза, таких как ритропоэз, б-лимфопоэз, т-лимфопоэз и так далее. Без какого-то лишнего введения я хочу сразу же перейти к делу, взять, так сказать, быка за рога, ну или что у него там есть. Итак, гемопоэз, он же гемоцитопоэз, он же кроветворение, это процесс образования, развития и созревания формных элементов крови. Бывают три типа гемопоэза, пренатальный, постнатальный и экстрамедулярный гемопоэз. Пренатальный гемопоэз еще называется эмбриональным, поскольку он протекает в эмбриональный период онтогенеза. Он же называется внутриутробным, поскольку, опять же, протекает до рождения, внутриутробно. Этот тип гемопоэза нацелен на то, чтобы сформировать кровь как ткань, ведь изначально крови как ткани нет, нет даже единичных формных элементов крови, и перинатальный ГМПС как раз нацелен на то, чтобы сформировать кровь как ткань. После того, как кровь сформирована как ткань, после того, как завершился этот эмбриональный период развития, наступает постнатальный период развития, и, соответственно, в постнатальный период развития функционирует постнатальный ГМПС. Его еще называют постэмбриональным, понятно почему, потому что после эмбрионального развития, И он же называется «дефинитивным» или «конечным» гемопоэзом, поскольку он нацелен не на образование крови как ткани, а на обновление формных элементов крови. Кровь как ткань уже сформирована, но формные элементы живут, понятное дело, ограниченное время. Те же самые эритроциты 120 дней, и они разрушаются, их нужно постоянно заменять. Вот этой вот постоянной заменой изношенных, разрушенных формных элементов крови и занимается постнатальный гемопоэз. Он же обеспечивает восстановление утерянного объема крови, утерянных формных элементов крови, если произошла какая-то массированная потеря крови из-за повреждения крупных кровяностных сосудов. Что касается экстрамедулярного гемопоэза, то он, если и случается, то случается в постнатальный период развития. Однако это все-таки отдельный тип гемопоэза, который не связан с работой красного костного мозга. Дело в том, что в постнатальный период развития гемопоэз целиком завязан на красный костный мозг. Именно в красном костном мозге образуются фактически все формные элементы крови. Причем большая часть из них, все свои этапы дифференцировки проходят именно в красном костном мозге. Только Т- и Б-лимфоциты, окончательные финальные этапы созревания, проходят в других органах, не в красном костном мозге. При экстрамедулярном гемопоэзии наблюдается переход зон образования формных элементов крови из красного костного мозга в печень или селезенку. Эти органы и печень, и селезенка задействованы в гемопоэзии, но они задействованы были в пренатальный период гемопоэзии. Я об этом несколько позже более подробно расскажу. А вот в постнатальный период гемопоэзии в норме ни в печени, ни в селезенке формные элементы крови образовываться не должны. Но при некоторых патологических состояниях, например, при анкологических заболеваниях, при некоторых травмах, связанных с красным костным мозгом, может произойти переход мест формирования клеток крови из красного костного мозга в печень или селезенку. Но это, еще раз повторю, это не норма, это патология, это некое патологическое состояние организма. Соответственно, экстрамедулярный гемопоэзии мы можем рассматривать как некую чрезвычайную ситуацию. В рамках нашего курса особого интереса к этому экстрамедулярному гемопоэзию у нас нет. Мы его далее не будем подробно рассматривать. А вот пренатальный и особенно постнатальный гемопоэзии, вот эти вот типы гемопоэзии я рассмотрю более подробно. Если взять нас с вами, а также других млекопитающих, то первым органом, где начинается формирование клеток крови, является желточный мешок. Вот на этом графике, который перед вами, именно желточный мешок, показан как первый орган, где идет формирование первых клеток крови. Это кривая номер один. Желточный мешок включается в гемопоэзии с самого, что не есть, с начала, и он является источником формных элементов крови вплоть до примерно трехмесячного возраста в пренатальный период развития. Но начиная примерно с двух месяцев, кроме желточного мешка, за кроветворение берется еще печень. Более того, к трехмесяцам, когда желточный мешок фактически щипает себя как источник формных элементов крови, именно печень возьмет на себя основные обязанности по производству формных элементов крови, и ее активность как органа кроветворения достигнет максимума примерно к пяти-шести месяцам пренатального периода развития. Потом, правда, начиная где-то с шести-семи месяцев, активность печени как органа кроветворения резко пойдет вниз, и она фактически себя исчерпает как орган кроветворения к моменту рождения. Кроме того, вот в этот же промежуточный интервал времени, с примерно трех месяцев до семи месяцев, когда активно работает печень как источник формных элементов крови, в этот же период подключается к кроветворению еще один орган – селезенка. Вы видите активность этого органа как источника формных элементов крови в виде кривой номер три. И из этой же кривой, по этой же кривой видно, что да, селезенка-то подключается к выработке формных элементов крови, но ее активность даже в пиковый период, это примерно между четырьмя, наверное, и пятью месяцами, вот здесь вот, даже вот в этот пиковый период селезенка производит, ну, 20% примерно от всего количества формных элементов крови, которые в этот момент содержатся в развивающемся эмбрионе. Все-таки именно печень является в этот момент ключевым источником формных элементов крови. И, наконец, где-то с четвертого месяца к выработке формных элементов крови в пренатальный период присоединяется красный костный мозг. Собственно говоря, в этот момент он начнет функционировать. Именно к этому моменту сформируются некоторые кости, и они будут заселены клетками, которые дадут начало красному костному мозгу, и как только он появится, он возьмется за свою работу, которая, в общем-то, на него и возложена именно производство формных элементов крови. И, как видите, начиная вот с этого момента, с четырехмесячного возраста, и далее вплоть до рождения, очень быстро будет возрастать активность красного костного мозга как источника формных элементов крови. В этот же момент активность печени будет довольно быстро падать и сойдет на нет к моменту рождения. В последующем, в постнотальный период, именно красный костный мозг и будет обеспечивать весь постнотальный гемопоэз. Но об этом несколько позже. Далее я предлагаю несколько детальнее, пристальнее взглянуть на то, что происходит с гемопоэзом в самые-самые ранние стадии эмбрионального развития. Вот в тот момент, когда только запускается этот процесс. Ведь согласитесь, что это, наверное, критический момент. Как он запустится, этот процесс образования формных элементов крови? Насколько он будет успешно развиваться? Насколько успешно весь процесс дойдет до такого устойчивого состояния, которое наблюдается ближе к концу эмбрионального периода развития? Это самый критический момент в запуске гемопоэза. Вот я и предлагаю более быстро взглянуть на то, что происходит в эти ранние стадии эмбрионального развития. Эти ранние стадии эмбрионального развития неплохо изучены у человека. Но все-таки более детально они изучены у лабораторных животных, например, у мышек, в которых можно проводить некоторые эксперименты. И именно на примере мышки, на примере ранних эмбриональных стадий развития мышки, я и хочу вам пояснить некоторые детали вот тех самых ключевых событий, критических событий, связанных с гемопоэзом, которые вот здесь происходят. Слайд, который перед вами, я надеюсь, поможет нам сориентироваться, что же здесь происходит. Давайте посмотрим, как он устроен. Это слайд. Верхняя часть, вот эта вот, она схематически иллюстрирует, как выглядят, как устроены эмбриончики мышки на том или ином этапе эмбрионального развития. Начиная с самого раннего, когда только сформировался желточный мешок, когда только заложились некоторые эмбриональные ткани, и вплоть до того момента, когда эмбрион уже более-менее сформирован, у него уже есть закладки основных органов, например, печени, заложена здесь нервная трубка. Кроме того, здесь сформирован очень интересный комплекс, который называется аортогонадомезонефральный комплекс. Зачем он нужен, я об этом чуть позже скажу. К этому же моменту имеется полноценная плацента, которая с помощью пупочной артерии связывает эмбриональные ткани с кровеносной системой самки мышки. И еще достаточно активно работает желточная артерия, которая связывает, опять же, эмбриональные ткани с желточным мешком. Он пока здесь сохранился, еще функционирует. Это верхняя часть этого слайда. Средняя часть, вот здесь, не менее интересная. Здесь указаны, какие же именно эмбриональные стадии мы будем рассматривать. Любая эмбриональная стадия обозначается с помощью буквочки Е, которая добавляется по этой цифре. 7, 8 и так далее. Эти цифры указывают на день развития. Так, Е7 обозначает, что мы имеем дело с эмбрионом на седьмой день развития. А Е10 – это эмбрион на десятый день развития. Ниже, под этими эмбриональными стадиями, вот здесь вот, перечислены те типы формных элементов крови, которые на том или ином этапе, на той или иной эмбриональной стадии образуются. Причем я обращаю ваше внимание, что они здесь помещены в поля с одинаковой цветовой гаммой, с одинаковой цветовой заливкой, чтобы показать, что, например, эмбриональные эритроциты начинают формироваться на седьмой день, но они встречаются также и на вот этот этап Е8.25. Или те же самые эритромилоидные предшественники начинают формироваться, появляться на Е8.25, эмбриональной стадии развития. Вот такая структура этого слайда. Итак, что здесь происходит? Как я уже отметил, все начинается с желточного мешка. Именно в желточном мешке появляются первые формные элементы крови. Причем самыми первыми из них являются эритроциты. У мышек первые эритроциты появляются на седьмой день развития. Если мы возьмем нас с вами, то это 16, а то и 19 день развития. То есть в зависимости от вида макопитающего, момент, когда появляются первые эритроциты, несколько отличается. Кроме эритроцитов появляются и другие формные элементы, например, макрофаги, мегакриоциты. Но именно эритроциты являются теми наиболее важными формными элементами, которые у вас здесь появляются. Это связано с тем, что эмбрион довольно быстро будет развиваться, будет увеличиваться количество клеток, будут формироваться ткани, пусть эмбриональны, но все-таки ткани, будут закладываться органы. Все это нуждается в кислороде. А переносчиком кислорода, как известно, являются именно эритроциты, которые содержат гемоглобин, переносчик непосредственно кислорода. Вот почему именно эритроциты первыми и образуются в желточном мешке. Я также обращаю ваше внимание на то, что любой тип формных элементов крови, который здесь отмечен, имеет двойное название. Не просто эритроциты, а эмбриональные эритроциты. Не просто макрофаги, а эмбриональные макрофаги и так далее. Это обусловлено не только тем, что речь идет об эритроцитах, присутствующих на эмбриональной стадии развития, или макрофагах, присутствующих на эмбриональной стадии развития и так далее. Но это также обусловлено тем, что вот эти формные элементы структурно все-таки отличаются от, казалось бы, таких же формных элементов, которые будут образовываться потом в постнатальный период гемопоеза. Возьмем те же самые эритроциты. Они все-таки наиболее важными здесь являются, и, конечно же, что к ним наиболее пристальный интерес проявляет стороны исследователей. Вот какие структурные отличия у них есть по сравнению с постэмбриональными эритроцитами. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, как устроен стандартный эритроцит. Собственно говоря, достаточно просто, мне кажется. На 98% примерно эритроцит зрелый заполнен гемоглобином. Тем самым белком сложным, который ответственный за связывание, транспортировку кислорода от места, где концентрация кислорода высокая, к периферическим тканям, где кислород потребляется. Ну и в обратном направлении он обеспечивает транспорт углекислого газа. Поскольку эритроцит отвечает именно за решение этой задачи, снабжение тканью кислородом, и поскольку на разных этапах эмбрионального развития и потом постэмбрионального развития отличаются условия оксигенации, то есть снабжение эмбриона тканей кислородом, то и гемоглобин должен отличаться, наверное, структурно, чтобы обеспечивать необходимую поставку кислорода тканям, вне зависимости от того, какие же условия оксигенации. Они хорошие или они плохие. Понятное дело, что легочное дыхание обеспечивает довольно активную поставку кислорода, но это будет в постнатальном периоде развития, а вот в эмбриональном периоде развития, особенно на этапе того же самого желточного мешка, очевидно, что кислорода будет весьма-весьма мало, и это будет дефицитный продукт. Соответственно, нужно, чтобы эритроциты все-таки даже в таких условиях критических нормально функционировали. Соответственно, мы можем, наверное, найти какие-то отличия в структурной организации именно гемоглобинов у эритроцитов эмбриональных по сравнению с эритроцитами постнатальными, которые потом будут образовываться в постнатальном периоде развития. Действительно, если мы посмотрим, скажем, гемоглобин наш с вами, то мы эти структурные отличия найдем. Гемоглобин, как известно, является сложным белком. Он состоит из четырех глобиновых цепей по две копии двух одинаковых цепей глобиновых, в сумме четыре глобиновые цепи. Причем каждая из этих цепей связана с небелковой частью или гемом. Вот здесь вот зелененьким он обозначен. Именно этот гемогем отвечает за связывание кислорода при транспортировке его к перифическим тканям. Ну и он же отвечает за связывание углекислого газа при обратной транспортировке углекислого газа от тканей к тем сайтам организма, где может произойти выделение этого углекислого газа. Если мы возьмем нас с вами, взрослых людей, то у нас в эритроцитах присутствует гемоглобин, который называется гемоглобин А, или просто-напросто гемоглобин взрослых. Этот гемоглобин имеет два типа глобиновых цепей, по две копии каждый. Один тип обозначается альфа-глобиновой цепью, второй тип бета-глобиновой цепью. И двоечка указывает на то, что в каждой цепочке здесь по два экземпляра в этой молекуле гемоглобина. Но это у нас, взрослых. Теперь давайте посмотрим глубже и посмотрим, а что же в эритроцитах. Оказывается, у них несколько иные типы гемоглобина присутствуют. Возьмем самый ранний эритроцит. Вот самый, что ни на есть, момент начала эритроэза, образования этих самых эритроцитов. В эмбриональных эритроцитах самых ранних присутствует у эмбрионов людей гемоглобин, который называется ГОВР-2. У этого гемоглобина имеются две альфа-цепочки и две эпсилон-цепочки, которых нет у гемоглобина взрослых. Далее, спустя некоторое время, этот ГОВР-2 заменяется на ГОВР-1 гемоглобин. У этого гемоглобина остаются эпсилон-цепочки, но альфа-цепочки исчезают, заменяются на некую дзета-цепочку. Два экземпляра этой цепочки. И этот гемоглобин недлительное время присутствует в эритроцитах. По мере развития эмбриона происходит смена типа гемоглобина с ГОВР-1 на портланд-гемоглобин. Портланд-гемоглобин сохраняет дзета-цепь, но у него вместо эпсилон-цепочки появляется гамма-цепочка. Это все три типа эмбриональных гемоглобинов, которые присутствуют в эмбриональных эритроцитах по мере развития эмбриона. Далее портланд-гемоглобин заменяется на гемоглобин-Ф, он же фитальный гемоглобин, он же гемоглобин плода. Это плодовый период постнатального развития человека. Гемоглобин-Ф состоит из двух альфа-цепочек и двух гамма-цепочек. Опять же, он несколько отличается от гемоглобина взрослых. И только к концу принатального периода развития, перед родами, происходит смена эритроцитов, несущих фитальный гемоглобин, на эритроциты, которые будут нести гемоглобин А, гемоглобин взрослых. Этот процесс только начинается к моменту родов, и он очень активно продолжается в первые примерно две недели уже постнатального периода развития, после рождения. Очень быстро разрушаются эритроциты, которые несли фитальный гемоглобин, они в большом количестве гибнут. При их гибели происходит разрушение гемоглобина, а также разрушение гема. В частности, при разрушении гема образуется такое вещество, как билирубин. Его образуется очень много, настолько много, что он не успевает с желчью выводиться, а поступает в кожные покровы и обеспечивает такую желтушную пигментацию кожи, а также производных эпидермиса у новорожденных. Это называется желтушкой новорожденных. Она продолжается примерно первые две-три недели после рождения. Но потом это все проходит, это абсолютно нормальное явление, поскольку все-таки этот фитальный гемоглобин полностью будет разрушен, утилизирован, и на его место придет гемоглобин А, присутствующий в эритроцитах постнатальных. Почему меняются цепочки? Как я уже отметил, меняются условия оксигенации. И каждый из этих типов гемоглобинов по своей структуре наиболее оптимально подходит к тем условиям оксигенации, которые наблюдаются в тот или иной этап эмбриогенеза. Вот какие здесь нюансы имеются. Но вернемся к нашей картинке. Итак, в тот момент, когда именно желточный мешок отвечает за гемопс, в этом желточном мешке образуются три типа формных элементов крови. Эмбриональные эритроциты, эмбриональные макрофаги и эмбриональные мегакриоциты. По мере развития желточного мешка и по мере того, как он все более активно производит эти формные элементы, у него формируются вот такие своеобразные островки кровотворения, некие узелочки, где как раз-таки идет образование вот этих формных элементов крови. Но уже с момента Е8.25, то есть когда еще активно работает желточный мешок как источник формных элементов крови, уже в этот момент за выработку формных элементов крови начинают отвечать и печень. И в ней начинают образовываться эритромиелоидные предшественники, которых нету в желточном мешке. Эти эритромиелоидные предшественники являются общими предшественниками для миелоцитов, не только эритроцитов, но и других миелоидных клеток. По мере дальнейшего развития этого эмбриона, соответственно, появляются все новые и новые типы формных элементов крови. Так, например, при переходе к Е9 стадии эмбрионального развития, когда очень активно работает печень как источник формных элементов крови, когда и селезенка подключится к работе по выработке этих формных элементов крови, появляются Б-лимфоидные предшественники, а также Т-лимфоидные предшественники. Ну и, наконец, последний момент, на который я хочу обратить внимание, используя вот этот слайд, это Е10 стадия эмбрионального развития, 10-й день развития эмбриона мышки. На Е10 стадии в эмбрионе фактически полностью сформирован так называемый аорто-гонадомезонефральный комплекс. Этот комплекс в последующем даст целый ряд органов, но это выходит за рамки нашего курса рассмотрения, какие же органы он даст, для чего он нужен еще, кроме гемопоэза. Нас-то ведь интересует гемопоэза. Оказывается, что именно в этом аорто-гонадомезонефральном комплексе образуются первые полноценные настоящие гемопоэтические стволовые клетки. До этого их нет. До этого формные элементы крови образуются, например, напрямую из мезонхимальных клеток, как это в случае с эмбриональными эритроцитами или эмбриональными макрофагами. И лишь на 10-е сутки эмбрионального развития мышки в аорто-гонадомезонефральном комплексе образуются гемопоэтические стволовые клетки. В дальнейшем они отсюда выходят, эмигрируют в закладывающийся, формирующийся красный костный мозг. И как только они туда попадут, там сформируются для них нормальные ниши, и они включатся в работу. И тем самым красный костный мозг возьмет на себя функцию органа кроветворения. И именно он будет отвечать за конец пренатального гемопоэза. И именно он будет отвечать за весь постнатальный гемопоэз. В постнатальный период, как это уже мы выяснили, гемопоэз протекает только в красном костном мозге. Ну, за исключением вот тех самых патологических ситуаций, неких заболеваний, когда подключается вот этот самый экстрамедулярный гемопоэз. Но это не норма. А так в норме гемопоэз будет протекать в красном костном мозге, который заселяет различные типы костей. Это могут быть и те же самые ребра, это может быть и грудина, это могут быть и позвонки, это и бедренная кость, берцовая кость, тазовая кость. Это все те кости, которые заселяются красным костным мозгом, и, соответственно, которые могут участвовать в постнатальной гемопоэзе. Но участие разных типов костей, где есть красный костный мозг, на разных этапах постнатального периода развития не одинаково. Если мы возьмем бедренную кость или берцовую кость, те кости, где, казалось бы, ну вот само то для заселения красным костным мозгом и для его функционирования, то да, эти кости принимают участие в постнатальном гемопоэзе, но они принимают участие только примерно на протяжении первых 20 лет нашей жизни. И берцовая кость, и бедренная кость активно работают как место локализации гемопоэза на первых годах жизни, а вот примерно к 20 годам жизни они фактически исходят на нет в плане производства формных элементов крови. Несколько лучшая ситуация обстоит с ребрами. Как вы видите, ребра могут более длительное время активно обеспечивать гемопоэз, в них активно работает красный костный мозг, но все-таки даже эти кости к более зрелому возрасту, к 40, к 50 годам свою активность по сравнению с изначальной теряют примерно процентов на 70, и то, что было изначально, от этого остается примерно 30% активности. А вот то, что более-менее полностью сохраняет свою активность, так это позвонки и тазовые кости, а также грудины. Именно в этих костях красный костный мозг остается активным фактически до конца жизни человека. И именно здесь идет наиболее активно образование разных типов формных элементов крови в постнатальный период нашего развития. Что же за орган такой, этот красный костный мозг? Давайте мы посмотрим, как он организован. Красный костный мозг имеет целый ряд кровяностных сосудов, которые обеспечивают его кровоснабжение, которые очень нужны для поддержания его функционального состояния, а также очень важны для развития формных элементов крови в самом красном костном мозге. Наиболее значимыми кровеносными сосудами, которые присутствуют в красном костном мозге, являются центральная продольная вена. Вот она, ее фактически поперечный срез. Далее синусы, некие расширения кровеносных сосудов, капилляров и центральная продольная вена. И вот эти вот синусы, их стенки образованы эндотелиальными клетками. Вот эти эндотелиальные клетки. И в обязательном порядке по периферии к этим эндотелиальным клеткам соединяются адвентициальные клетки, вот такого рода клеточки, которые располагаются здесь по периферии, связанные с эндотелиальными клетками. Ну и кроме того, есть еще другие типы сосудов, такие как, в общем-то, стандартные по организации артерии, стандартные по организации ВИН. Такова система кровенососудов, которая присутствует в красном костном мозге. Далее вся та часть красного костного мозга, которая находится вне кровеносных сосудов, вот здесь, в этой области, вот здесь вот. А вся эта область называется экстраваскулярной или внесосудистой частью красного костного мозга. Именно здесь, в этой экстраваскулярной области красного костного мозга, и находятся, собственно говоря, вот эти вот формные элементы крови, которые формируются. Совокупность тех формных элементов, которые здесь присутствуют, совокупность тех предшественников, которые здесь присутствуют, в этой экстраваскулярной области красного костного мозга, мы можем разделить на две зоны. На ретроидную зону, вот она. Это область красного костного мозга, где идет формирование эритроцитов. Здесь кроме формирующихся эритроцитов присутствуют еще также макрофаги, которые ответственны в частности за поглощение, разрушение каких-то неудачных вариантов эритроцитов, если их созревание нарушено и их явно нужно убрать, тогда этим занимаются макрофаги. А вторая зона, которая здесь очень хорошо видна, это милоидная зона, вот эта вот часть красного костного мозга, где идет созревание милоцитов. Милоидная зона, здесь присутствуют и предшественники милоцитов и фактически уже созревшие милоидные клетки, например, те же самые нейтрофилы или эзенофилы и так далее. Вот здесь, например, я вижу мегатериоцит, который производит тромбоциты, поступающие непосредственно в те самые синусы. Кроме того, в красном костном мозге довольно много липоцитов жировых клеток, которые здесь на этой схеме видны в нескольких местах. Вот здесь два липоцита я вижу, вот здесь липоцит, вот здесь вот два липоцита срезанные, вот здесь вот липоциты присутствуют. Это неизбежный атрибут красного костного мозга фактически в любом сайте, где он вообще присутствует. Что касается стволовых клеток, которые будут порождать все эти формные элементы крови, то, как правило, стволовые клетки локализуются в областях, прилегающих к вот этим самым стенкам синусов. Вот здесь вот, вот в этой вот области они будут присутствовать. Вот здесь находятся стволовые клетки, здесь вот здесь вот эта область, скорее всего, занята стволовыми клетками. Одним словом, они примыкают вот к стенкам этих самых синусов. Это обеспечивает и их питание, и поставку сюда различных регулирующих веществ и так далее. Кроме вот таких мест локализации стволовых клеток гемопоэза, стволовые клетки также могут быть локализованы в пристеночных областях, имеется в виду пристеночных по отношению к костной ткани. Ведь речь идет о красном костном мозге, который локализован в костях, в частности в губчатой кости. И, соответственно, есть поверхности не только кровеностных сосудов, но есть еще и вот эти вот поверхности самой костной ткани. Вот в этих областях пристеночных также могут быть локализованы стволовые клетки, ответственные за гемопоэз. Любая стволовая клетка располагается в так называемой ниши, в неком специфическом микроокружении, которое способствует ее выживанию, которое способствует ее как симметричному, так и асимметричному делению. На данном слайде схематически показана организация одной из таких ниш. На сей раз ниши, которая локализована пристеночно возле костной ткани. Вот мы видим здесь множество остеобластов, которые, надо полагать, формируют костную ткань, лежат на ее поверхности. Вот эта вот область, которая сверху, это все красный костный мозг. И вот это специфическое микроокружение, которое мы здесь видим по отношению к гемопоэтическим стволовым клеткам, это и есть совокупность клеточных и неклеточных элементов вот этой самой ниши гемопоэтической стволовой клетки. Сюда входят и те же самые адипоциты, сюда входят и мезонхимальные стволовые клетки, сюда входят, к этому окружению относятся и созревающие формируемые элементы крови, ну и, конечно же, что здесь присутствует множество каких-то веществ, которые непосредственно локализованы в межклеточном веществе. Это те вещества, которые являются питательными, которые поступают из кровеносного сосуда, потом дефондируют к этим гемопоэтическим стволовым клеткам, используются ими как питательные вещества. Это и какие-то регуляторы, которые, опять же, поступают либо из кровеносного сосуда вот отсюда, либо, может быть, из каких-то клеток микроокружения, типа мезонхимальных стволовых клеток. Ну и, конечно же, это те вещества, которые вырабатываются непосредственно самими гемопоэтическими стволовыми клетками, которые выделяются ими, которые, например, являются просто метаболитами, которые должны уйти вот сюда, в кровенососуды и дальше пойти к органам выделения. Благодаря вот этому специическому микроокружению, которое окружает гемопоэтическую стволовую клетку, гемопоэтическая стволовая клетка, как я уже отметил, способна не только к симметричным, но и к асимметричному делению, поскольку при делении этой клетки два потомка, две дочерние клетки, могут оказаться в несколько разных условиях. Например, при делении вот такой клетки сформируется вот эта клетка и вот эта, например, клетка. Вот эта клетка останется фактически в тех же самых условиях, что и исходная родительская клетка, она останется гемопоэтической стволовой клеткой, а вот эта окажется в нескольких иных условиях. Она оказалась дальше вот этой вот поверхности костной, она оказалась ближе к кровеносному сосуду, значит, те же самые вещества, которые поступают из кровеносного сосуда, например, регуляторы, они более активно будут взаимодействовать именно с этой клеткой, они быстрее ее будут достигать, в то время как гемопоэтическая стволовая клетка располагается дальше, очевидно, что нужно больше времени на диффузии этих веществ в такой гемопоэтической стволовой клетке. Или, например, будут отличаться условия оксигенации, снабжения кислородом. Понятное дело, что кислород доставляется через кровеносный сосуд, и дальше он диффундирует, и вот здесь вот его будет больше этого кислорода, чем вот здесь, потому что он по мере диффузии, по направлению к гемопоэтическим стволовым клеткам неизбежно будет попадать и в те клетки, которые располагаются вот перед гемопоэтическим стволовым клеткам, будет использоваться ими. Вот благодаря таким различиям в внешних условиях, минимальным различиям, казалось бы, но тем не менее, и возможно асимметричное отделение гемопоэтической стволовой клетки, благодаря этому асимметричному отделению, потомки гемопоэтической стволовой клетки способны к дальнейшей диффиницировке, к дальнейшему созреванию. Я специально акцентирую ваше внимание на гемопоэтических стволовых клетках в большей степени, Поскольку именно эти клетки лежат в основе дифферона крови, той самой совокупности клеток разной степени дифференцировки от гемопоэтических стловых клеток до полностью дифференцированных формных элементов крови, которые составляют одну линию дифференцировки. Это совокупность стловых клеток и их потомков. Самое время надо рассмотреть, как же организован этот самый дифферон крови, как он устроен. Этот дифферон будет полноценно сформирован тогда, когда появятся гемопоэтические стловые клетки. Они появляются, как я уже отметил, еще в эмбриональный период развития, благодаря работе того самого ортогонадо-мезонефрального комплекса, о котором я уже говорил. И как только эти клетки появятся, создадутся условия для запуска, формирования и потом поддержания полноценного дифферона крови. Этот дифферон включает в себя несколько групп клеток. Все начинается с группы клеток, которые называются плюрипотентными клетками. Сюда относятся непосредственно гемопоэтические стловые клетки, а также их ближайшие потомки, которые называются мультипотентными клетками-пешественниками. Гемопоэтические стловые клетки не являются на самом деле однородной популяцией клеток. В настоящее время известно, что совокупность гемопоэтических стловых клеток можно разделить как минимум на две субпопуляции. На так называемые долгоживущие гемопоэтические стловые клетки и на короткоживущие гемопоэтические стловые клетки. Последний тип клеток гемопоэтических стловых клеток, короткоживущие, является непосредственным предшественником вот этих самых мультипотентных клеток-предшественников. Что касается мультипатентных клеток-предшественников, то они не принципиально отличаются по организации, по структуре, по своим свойствам от гемопоэтических стволовых клеток. Они также полипатентны, они не дифференцированы, они способны как к симметричному делению, так и к асимметричному делению. И лишь по некоторым очень тонким молекулярным особенностям они все-таки отличаются от стандартных гемопоэтических стволовых клеток, поэтому их и выделяют в отдельный тип клеток, относя все-таки к группе плюрипатентных клеток. Далее, благодаря асимметричному делению вот этих самых мультипатентных клеток-предшественников, появляются клетки, которые принято называть комментированными предшественниками или предрасположенными к дальнейшему развитию в конкретные типы формных элементов крови клеток-предшественников. В первую очередь, нужно всю совокупность этих комментированных предшественников разделить на два типа. На комментированные общие миелоидные предшественники или CMP и на комментированные общие лимфоидные предшественники или CLP. Как несложно догадаться, из CMP будут формироваться все миелоциты, такие как ретроциты, тромбоциты, гранулоциты, моноциты, макрофаги. А из вот этих клеток будут формироваться все лимфоциты. Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, натуральные киллерные клетки, а также часть весьма интересных клеток, которые называются дендритными клетками. Другая часть этих клеток будет сформирована за счет активности потомков вот этих вот клеток CMP. Общий лимфоидный предшественник дальше, как видите, не подразделяется, не дифференцируется на какой-то еще тип комментированных предшественников. А вот общий миелоидный предшественник способен к дифференцировке в один из двух разных вариантов комментированных предшественников. Либо предшественник мегакариоцитов и эритроцитов, они называются MEP. Либо в предшественник гранулоцитов и макрофагов. Он называется GMP. Такова группа комментированных предшественников, входящий в состав дифферонокрон. Идем дальше. Следующая группа именуется дифференцирующимися клетками. Это самая многочисленная группа клеток, самая разнообразная по типам клеток. И это та группа клеток, которая непосредственно берет на себя основные заботы по делению, по увеличению общего количества формных элементов крови. А также именно на этом этапе, точнее у этой группы клеток, происходят основные стадии дифференцировки формных элементов крови. Предшественник мегакариоцитов и эритроцитов, соответственно, даст те клетки, которые в последующем будут дифференцированы в эритроциты, а также в мегакариоциты, которые будут давать тромбоциты. Некий общий комментированный предшественник гранулоцитов и макрофагов при дальнейшей дифференцировке даст начало непосредственно клеткам, которые будут дифференцироваться либо в гранулоциты, либо в моноциты, макрофаги, а также в часть эритроцитных клеток. Что касается общего лимфоиного предшественника, то, соответственно, он будет дифференцирован в клетки, которые дальше будут созревать, перестраиваться, дифференцироваться в НК-клетки, в Т-лимфоциты, в Б-лимфоциты и в часть эритроцитных клеток. После многократных стадий, сложных стадий дифференцировки, вот эти дифференцирующиеся клетки в конечном итоге превратятся в дифференцированные или зрелые клетки крови, формные элементы крови. Те же самые дифференцирующиеся предшественники эритроцитов, соответственно, дадут эритроциты мегакариоцит, даст тромбоциты. Дифференцирующиеся предшественники гранулоцитов, в зависимости от того, как они будут дальше дифференцироваться, дадут начало либо нитрофилам, либо бозофилам, либо эзинофилам, некий общий предшественник макрофагов и гендритных клеток. Опять же, в зависимости от тех условий, в которых он будет дифференцироваться, превратится либо в макрофаг, либо в часть дендритных клеток. Ну и предшественники, дифференцирующиеся предшественники лимфоцитов, соответственно, будут дифференцироваться в Б-лимфоциты, Т-лимфоциты и НК-клетки. Такова общая схема гемопоэза, который будет поддерживаться в пренатальный период и в постнатальный период. Причем в пренатальный период он вообще запустится и будет поддерживаться только тогда, когда сформируются, появятся вот эти гемопоэтические стволовые клетки. Еще один нюанс, связанный с общей схемой гемопоэза, его принято кроме вот такого деления на плюлипатентные клетки, комментированные предшественники, дифференцирующие клетки и дифференцированные клетки. Кроме такой группировки этих клеток, в зависимости от дифференцирующего потенциала, в зависимости от того, что с этими клетками происходит, дифференцируются они или нет, или они просто делятся и так далее. Кроме вот такого деления, есть еще деление всей совокупности вот этих вот клеточных элементов от гемопоэтической стволовой до терминально дифференцированных созревших формных элементов. Есть еще деление на два типа гемопоэза, на миелопоэз и в дальнейшем я еще скажу о лимфопоэзии. Миелопоэз это та часть гемопоэза, которая ответственна за образование миелоцитов. К миелоцитам относятся эритроциты, тромбоциты, нейтрофилы, базофилы, азинофилы и макрофагии. И этот же миелоэпоэз может давать начало части дендритным клеткам, которые образуются из общего с макрофагами предшественника. На самом деле из моноцитов крови они образуются, если эти моноциты крови попали в перифические ткани, в стычки условий. Это миелоэпоэз. И есть еще лимфопоэз. Это та часть гемопоэза, которая опять же начинается, очевидно, с гемопоэтической стволой клетки, даже с вот этой мультипатентной клетки предшественницы. Но дальше путь развития клеток изменяется. Он переключается на вот этот общий лимфоидный предшественник, что обеспечит образование лимфоцитов, ТБ-лимфоцитов, НК-клеток, а также части дендритных клеток. Вот таков, собственно говоря, гемопоэз. Такова организация дифферона крови, таковые группы клеток, которые входят в состав дифферона крови. Таковые особенности дифференцировки на таком концептуальном уровне. Особенности дифференцировки формных элементов крови. Еще раз подчеркну, что более подробное рассмотрение каждого из ростков гемопоэза я сделаю в отдельных видео-лекциях. Это будут и видео-лекции, посвященные Б-лимфоэзу, Т-лимфоэзу и так далее. А сейчас мы поговорили с вами лишь о таком концептуальном уровне гемопоэза. О концептуальных вопросах, связанных с гемопоэзом. Ну и в завершении, наверное, традиционно о практической значимости тех знаний, которые мы накопили к настоящему моменту и продолжаем накапливать, изучая гемопоэз. Очевидно, что мы изучаем гемопоэзу не только потому, что он нам очень интересен. Безусловно, что это так. Он очень интересен, сложный, скоординированный в пространстве, во времени процесс. Это, безусловно, очень интересный, фантастический процесс. Не только там сложность, но и скорость, и скоординированность, и так далее. Но есть, конечно же, и практическая значимость. Именно из-за нарушения гемопоэза у человека может развиваться целый ряд заболеваний. Скажем, ряд злокачественных заболеваний крови обусловлен нарушением гемопоэза. Из-за чего развиваются лимфомы, из-за чего развиваются мейломы, а также различные типы лейкозов. Зачастую это фатальные заболевания, которые заканчиваются гибелью человека, причем довольно быстрой гибелью человека. Именно нарушение гемопоэза, обусловленное мутациями в генах, которые участвуют в контроле этого процесса, именно нарушение гемопоэза приводит к развитию вот этих вот очень тяжелых, очень неприятных заболеваний. Очевидно, что изучив, как же этот процесс идет, и что можете его нарушить, и как можно вот эти вот нарушения устранить, мы, наверное, научимся эффективно, безболезненно, без каких-то побочных эффектов, научимся лечить эти заболевания. Еще одна группа заболеваний, которая опять же связана с нарушением гемопоэза, это первичные или врожденные иммунодефициты. Поскольку красный костный мозг является источником не только формных элементов крови, но и тех клеточных элементов, которые входят в состав лимфоидной системы и иммунной системы, то нарушение гемопоэза неизбежно скажется на работе лимфоидной системы и, самое главное, иммунной системы. Если нарушение гемопоэза обусловлено какой-то врожденной мутацией, не заново возникшей, а врожденной мутацией, и как следствие она будет присутствовать во всех клетках организма, в том числе во всех гемопоэтических клетках, и если она затронет созревание Т, Б лимфоцитов, а также некоторых вспомогательных клеток иммунной системы, то это приводит к развитию иммунодефицита, недостаточности в функционировании иммунной системы. Первичным или врожденным такой иммунодефицит называется из-за того, что он обусловлен генетической мутацией, присутствующей во всех типах клеток. Могут быть приобретенные иммунодефициты, обусловленные чем-то разными факторами, например, действием вирусов. Тот же самый синдром приобретенного иммунодефицита или СПИД обусловлен персистенцией ВИЧ, вируса иммунодефицита человека, персистенцией его в клетках иммунной системы человека. Это приводит к тому, что эти клетки гибнут, взрывается недостаточность и формируется иммунодефицит. Но это врожденный, приобретенный иммунодефицит. Но бывают, к сожалению, первичные или врожденные иммунодефициты. Опять же, изучая, как же все-таки развиваются те же самые Т, Б-лимфоциты или, скажем, дегритные клетки, которые очень важны для развития и функционирования остальных клеток иммунной системы, какие гены за это отвечают, какие стадии нужно пройти тому же самому Б-лимфоциту, чтобы полностью созреть, и на какой из этих стадий какие могут поломки произойти и к чему это приводит. Изучая все это, мы в конечном итоге формируем понимание патогенеза, развития этих заболеваний. И, конечно же, чем дальше, тем все более и более эффективными становятся способы лечения этих заболеваний. И это только часть вот тех патологий, тех заболеваний, тех неприятных ситуаций, которые складываются в жизни человека, если нарушается гемопояс. И, на мой взгляд, даже этих примеров достаточно, чтобы показать, чтобы убедиться в том, что, да, изучение гемопоэза является не только удовлетворением нашей любознательности природной, но это еще и имеет очень важную практическую значимость. Вот на этой ноте я завершу свой рассказ о гемопоэзе, концептуальном рассмотрении этого процесса, рассмотрении общей схемы гемопоэза. На этом я завершаю свой рассказ. Я желаю вам дальнейших успехов, всего вам доброго и до новых контактов, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok